Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как кетоновые тела в моче у ребенка могут помочь нам понять, какие продукты следует исключить из его рациона. Все, что я скажу ниже, это верно для детей, у которых есть симптомы аутизма, рас или умственной отсталости. Часто внутриутробные инфекционные поражения плода приводят также к повреждению поджелудочной железы и печени. Это повреждение может быть небольшим, но довольно специфическим. Наступает недостаточная выработка некоторых ферментов. И отсутствие достаточного количества ферментов влияет на способность организма ребенка правильно усваивать некоторые виды белков. То есть сейчас мы говорим практически только про белки. Если у данного конкретного ребенка такая проблема есть, то ему необходима диета, в которой белки, которые не могут усваиваться, будут исключены из рациона. Собственно, возникает вопрос, как узнать, что у ребенка вообще есть эта проблема. Начнем с того, что в тяжелых случаях это будет очевидно. Просто в таких случаях дети попадают уже в больницу в поле зрения врачей по причине достаточно тяжелых состояний, таких как выраженный кетоацидоз или отравление. В таких случаях делают все анализы и иногда даже выявляют причину. Делают анализы на ферменты печени, поджелудочной железы и иногда даже находят, какого фермента конкретно не хватает. Кетоацидоз как таковой не является непременным атрибутом внутриутробного вирусного поражения. Есть много других причин и заболеваний, при которых он может возникать. Поэтому важно, что все, что я сейчас скажу, это относится только к деткам, у которых есть аутизм или рас или умственная отсталость. При этих состояниях иногда присутствует поражение печени и поджелудочной железы, которые не дают специфических признаков, указывающих именно на печень или именно на поджелудочную железу. Родители видят в общем, что у ребенка желудочно-кишечный тракт функционирует с нарушениями. И, как правило, они не понимают, в чем же причина. При обращении к врачам картина тоже обычно не проясняется. Хотя некоторые дети делают очень много проверок и, наверное, можно как-то догадаться. Но, как правило, не догадываются. Причина не находится и ребенок продолжает мучиться с проблемами желудочно-кишечного тракта. Мы сейчас поговорим о том, на какие признаки надо обращать внимание для того, чтобы проверить, существует ли данная проблема именно у вашего ребенка. Существует много случаев, при которых ферменты все-таки вырабатываются, но в меньшем объеме, чем это требуется для нормального функционирования организма. В этих случаях состояние ребенка с аутизмом, рас или умственной отсталостью может ухудшаться со временем из-за постоянного отравления промежуточными продуктами метаболизма, которые возникают в процессе переработки тех или иных продуктов и не могут быть преобразованы в их конечную форму из-за нехватки фермента. Когда нужно искать в этом направлении? Мы в нашей практике столкнулись со следующими симптомами, при которых обнаруживалось повреждение печени или поджелудочной железы, которые требовали введения диеты, иногда достаточно жесткой. Признаки такие. Ребенок отказывается есть некоторые продукты, причем категорически отказывается. Иногда это целый группа продуктов, то есть можно прям объединить, что ребенок не будет есть что-то, что, например, относится к творогам или к мясу или еще к чему-то. У ребенка часто болит живот. К сожалению, у невербальных детей это не всегда возможно понять, и родители должны быть очень внимательны к этому и должны проверять эту возможность, потому что невербальный ребенок просто не в состоянии объяснить, что с ним не так. У ребенка частые запоры, иногда постоянные, иногда хронические. У ребенка часто наблюдается химический запах изо рта. Собственно, родители таких детей, как правило, все знают об этом и жалуются, что у ребенка пахнет изо рта. И при малейшей физической нагрузке или при температуре в моче появляются кетоновые тела. Собственно, про это далеко не все родители знают, потому что если количество кетоновых тел не превышает какую-то норму, то это может оставаться незамеченным. Если у ребенка наблюдаются все предыдущие симптомы, то стоит пойти в аптеку, купить там специальный анализ, специальный тест и проверять, когда у ребенка температура или когда у него пахнет изо рта, проверять его мочу на кетоновые тела. Родители этих детей, как правило, пробуют различные диеты и чаще всего вводят безглютеновую или бесказеиновую диету или то и другое. В некоторых случаях эти диеты дают облегчение состояния, но чаще родители не видят разницы. В чем же здесь причина? То есть, если проблема есть, а безглютеновая и бесказеиновая диета не помогает. Отсутствие изменений при этой диете означает одно из двух. Первый вариант, что у ребенка вообще другая проблема, ему эта диета вообще не нужна, может быть, ему вообще никакая диета не нужна. Или это может означать, что у ребенка проблема совсем с другими продуктами, а глютен и казеин вполне нормально усваиваются. Такое тоже бывает. Если безглютеновая и бесказеиновая диета принесла некоторое облегчение, но не решила проблему полностью, то, скорее всего, это означает, что проблема есть и с глютеном, или с казеином, или с тем, и с другим. Но есть еще другие продукты, которые тоже не могут быть правильно усвоены. То есть, их просто нужно обнаруживать и тоже исключать из рациона. Здесь нужно учитывать, что практически любой вид белка может оказываться проблемным. Как это узнать? Частота появления кетонов в моче может быть использована как ориентир для выявления этих проблемных продуктов. Когда в рационе у ребенка нет проблемных продуктов, то исчезает запах изо рта, температура протекает без кетоновых тел в моче, а также улучшается общее самочувствие ребенка и общее функционирование желудочно-кишечного тракта. По нашему опыту, полное исключение молочных продуктов приносит облегчение многим детям. Для некоторых является именно той группой продуктов, которую им нельзя, и как только это исключается, то все остальное просто нормализуется. Но здесь нужно исключать молочные продукты целиком, то есть совсем все продукты, в которых содержатся молочные добавки. Что это значит? Это значит, что необходимо выяснять состав абсолютно всех продуктов, которые ест ребенок. Что относится к молочным продуктам? Это в первую очередь само молоко, свежее, кислое, сгущенное, любое, их любые производные, например, молочная сыворотка. Это, конечно, сметана и твороги всех видов. Это все йогурты и все йогуртообразные продукты. Это любые сыры, это сливки и молочный порошок, и все, что из них сделано. А также любые продукты, которые содержат молочные компоненты, например, молочный порошок. К этим продуктам в большинстве стран относятся многие виды хлеба, колбаса, сосиски, шоколад, конфеты и многое-многое другое. Для некоторых людей хорошим выходом является использование кошерных продуктов из-за их четкого разделения на мясное и молочное и четкой маркировки. Также существуют кошерные продукты парви, которые и не мясные, и не молочные, то есть там нет вообще продуктов животного происхождения. Например, существует безмолочное мороженое, безмолочный шоколад и многое-многое другое. Там, где такие продукты достать затруднительно, мамам приходится осваивать готовку на собственной кухне для нужд ребенка в соответствии с тем, что ему можно есть. К сожалению, молочные продукты это не единственные, которые могут вызывать проблемы. И набор этих продуктов, он всегда индивидуален для каждого ребенка. И это могут быть любые белковые продукты. Надо учесть, что различные виды мяса тоже должны рассматриваться как различные белковые продукты, потому что они по-разному перерабатываются в организме. Если, скажем, у ребенка аллергия на куриное мясо, это не означает, что у него будет аллергия или чувствительность на, скажем, говяжье мясо. Иногда проблема вызывает соевый белок или другие растительные белки. То есть за всем этим надо наблюдать. Я приведу некоторые примеры белковых продуктов, которые могут вызывать индивидуальную непереносимость. Это далеко не полный список, это только просто вот дать пример как направление. В первую очередь это, конечно, яичный белок. У многих детей на него просто аллергия, а иногда может быть не аллергия, а именно чувствительность, то есть неусвояемость. Это может быть куриное мясо или мясо какой-то другой, птицы. Баранина, свинина. Очень часто жирное мясо вызывает вот такие явления. Некоторые виды рыбы могут быть проблемными. Очень часто проблемными являются морепродукты, то есть такие как креветки, там осьминоги, не знаю, всякие такие. Иногда проблема вызывает не само мясо, то есть не мышца, а так называемые субпродукты, то есть жир, кожа, требуха и прочее. Как определить, какие продукты следует исключить из рациона ребенка? К сожалению, основной ответ здесь такой, опытным путем. Собственно, я более-менее описала способ, как можно вот при наличии кетоновых тел, как можно это использовать для того, чтобы определить, какие продукты исключить из рациона. Дети, склонные к образованию ацетона в моче, обычно категорически отвергают продукты, которые они совсем не могут усвоить. Это можно брать как основу для списка продуктов на исключение. Вот, например, ребенок абсолютно не готов пить молоко, есть творог и другие молочные продукты, считающиеся здоровыми, то есть те, в которых нет сахара. Сахар здесь может являться большим врагом, это тоже надо учитывать. При этом он с удовольствием ест фруктовые йогурты, то есть сладкое и мороженое, то есть опять же сладкое. При таком признаке очень высокая вероятность того, что существует общая непереносимость молочных продуктов, и их нужно исключать все полностью, включая и фруктовый йогурт, и мороженое, и все остальное. Дети, которые прекращают есть проблемные продукты, очень быстро показывают улучшение самочувствия. Случаи появления кетоновых тел в моче, запах изо рта и прочее такое становится все реже и реже, и в идеале вообще сходит на нет. При этом, когда дети начинают себя чувствовать лучше, они начинают расширять свой рацион. То есть они, например, могут соглашаться есть овощи и фрукты, которые до этого просто вообще не соглашались даже нюхать. Всем спасибо, до следующей встречи!